Ну а если вы не являетесь почитателем кофе, то для вас все равно предстоящие выходные пройдут несколько мероприятий, которые наверняка привлекут ваше внимание. Одно из них касается молодых людей. Дело в том, что завтра на Площади Свободы с 14 до 19 часов пройдет молодежный фестиваль, который организовывает молодежный центр Кесклин. Ребята смогут принять участие в спортивных мероприятиях и не только. Будут соревнования по уличным танцам, по скейтбордингу. Можно будет принять участие в мастерской по экстремальным видам спорта. Свои навыки равновесия можно будет проверить в веселой борьбе с умо. Будет представлен уголок чтения от Кесклинской библиотеки. А в зоне спасательного департамента можно будет ознакомиться с пожарной машиной, найти выход из дымовой палатки и пострелять водой и многое другое. Среди жителей гостей столицы особой популярностью пользуются открытые ярмарки. Район Кристины в предстоящее воскресенье проведет такую ярмарку в парке Левенру, отметив также традиционный День королевы Кристины. Как известно, район Кристины, как одна из восьми частей города, был образован в 1993 году. Однако район имеет более давнюю историю. Еще в 17 веке шведская королева Кристина, которая в то время правила Эстонии, приняла решение передать нынешние земли ревельскому магистрату, который позже передал их бюргерам на основе лотереи. Так и было заложено основание современного района Кристины. Ну а что же до самой ярмарки, то всем желающим будут предложены экологичные товары, уже поспевшие урожай с огородов и садов, изделия ручной работы и многое другое. На сцене под открытым небом в парке Левенру выступит ансамбль «Векисте Литспиле де Уинг» и «Марку Матвере». Ярмарка открывается в 10.00, празднование Дня королевы Кристины начинается в полдень. Ну и, разумеется, участие в мероприятии бесплатно для всех гостей. Сергей Овченков, Петер Юлевайн, Новости Таллина.